Добрый день! Мы рады вас приветствовать на вебинаре компании Аксилот. Тема сегодняшнего вебинара «Комплексный подход к инвентаризации и управлению имуществом». Напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке в YouTube или на сайте axilot.rf. Сейчас проверим звук. Если вам нас слышно, нажмите, пожалуйста, на значок поднятой руки на панели управления. Как мы видим, почти у всех собравшихся со звуком все в порядке. Если у вас все-таки есть проблемы, попробуйте решить проблему в настройках своего компьютера или отключиться и опять подключиться к вебинару. Итак, мы начинаем. Ведущими вебинара сегодня выступит руководитель проектов Ольга Каверина. и руководитель направления РФАД Владислав Пшеничников. Прежде всего, хотелось бы сказать несколько слов про нашу компанию. Компания существует с 1998 года. И за эти 17 лет мы выполнили множество проектов по автоматизации различных сфер деятельности предприятий с помощью программных продуктов 1С. Мы специализируемся как на внедрении известных продуктов компании 1С по бухгалтерскому учету, документу обороту, так и на внедрении продуктов собственной разработки. В частности, это программа для автоматизации складской и транспортной логистики, материально-технического обеспечения, управления нормативно-справочной информацией и также инвентаризации управления имуществом. Кроме того, мы оказываем услуги консалтинга, поддержки и сопровождение систем, проектирование и оптимизации высоконагруженных систем. Насштат включает большое количество специалистов в области автоматизации, в области внедрения продуктов 1С, что подтверждено сертификатами и статусами, представленными на данном слайде. И у Аксилот есть целая линейка продуктов, которые получили статус «Совместные решения», они представлены на данном слайде. Это наш флагман управления складом, управления перевозками, которое появилось чуть позже, и относительно новые решения для управления нормативно-справочной информацией и управления имуществом проведения инвентаризации. Кроме проектной деятельности, мы ведем и образовательную, и просветительскую деятельность. Так у нас есть уже накопилась целая библиотека, изданий, которые мы выпускали сами, либо переводили иностранную литературу. Наши специалисты ведут образовательный и просветительский портал, выпускаем регулярно образовательные фильмы. Наши специалисты также участвуют в образовательных программах российских институтов. У нас есть учебный центр и есть демонстрационный зал, где наши заказчики могут воочию видеть новые технологии, которые мы применяем в своих проектах. Партнерами компании Axelot являются ведущие производители программного обеспечения и оборудования. Также с недавнего времени мы сотрудничаем с компанией Orla, которая специализируется на оказании услуг инвентаризации как товаров, так и основных средств и другого имущества компании. Предлагает услуги по инвентаризации сложных объектов, территориально распределенных, в том числе с учетом географии нашей большой страны. Также они предоставляют дополнительные услуги по аренде оборудования и настройке программного обеспечения для проведения инвентаризации. Клиенты, использующие наше решение для инвентаризации и управления имуществом, представлены на данном слайде. Здесь представлены крупные и средние компании в различных отраслях. Подробную информацию об этих проектах вы можете узнать у специалистов нашей компании. Давайте перейдем теперь к самому решению. Цель внедрения данного продукта, как правило, стоят перед нашими заказчиками, такие как возможность получить полную актуальную информацию по всем основным средствам и другим типам имущества, имеющимся в компании, но при этом сократить до минимума как временные ресурсные затраты на учет и выполнение других операций с имуществом, так и минимизировать ошибки и другое влияние человеческого фактора и стандартизировать, формализовать учет всего имущества компании. Наше решение позволяет решить задачи ведения реестра имущества и учитывать объекты в разрезе всех необходимых характеристик, хранить как информацию об объектах, так и связанные с ними документы, хранить информацию о текущем состоянии и о всей истории имущества, формировать достаточно удобные механизмы формирования отчетности. И также наше решение позволяет применять современные средства маркировки и идентификации. Для решения этих задач разработана функциональность, которая позволяет вести реестр, управлять операциями с имуществом, проводить инвентаризации и диагностические осмотры, регистрировать потребности подразделений в имуществе, строить всевозможные отчеты, а также предусмотрена интеграция с 1С-бухгалтерией и 1С-ИРП. В состав программного продукта входит учетная часть, то есть та конфигурация, которая устанавливается на рабочее место сотрудника, отвечающего за учет имущества, и мобильная часть, то программное обеспечение, которое устанавливается на терминал сбора данных и также позволяет часть процессов выполнять с помощью мобильного приложения. Существует несколько вариантов применения решения. Базовая реализация программно-технического комплекса представляет собой внедрение учетной части, которая взаимосвязана с мобильным клиентом, и интеграция учетной части посредством типового плана обмена или сервисной шины с корпоративной системой заказчика. Это может быть как программа бухгалтерского учета отдельная, так и корпоративная система, которая включает в себя систему бухгалтерского учета. У нас есть практика интеграции как с решениями 1С, так и с решениями других вендоров. Это базовая реализация. Существует возможность самостоятельного применения мобильного клиента, интегрирована непосредственно в корпоративную систему заказчика. Этот вариант рекомендуем, когда заказчику нет необходимости вести детализированный учет и проводить операции с имуществом, которые не должны отражаться в контуре бухгалтерского учета. То есть нам, заказчику в данном случае, нужно ускорить проведение бухгалтерской инвентаризации и проводить с помощью терминала сбора данных элементарные операции по перемещению между подразделениями, материально ответственными лицами, списание основных средств, ну и, собственно, проведение инвентаризации. В этом случае необходимость в учетной части отпадает и можно использовать только мобильный клиент, интегрированный в корпоративную систему. Третий вариант тоже применим. В том случае, когда применение технологии штрих-кодирования или радиочастотной идентификации по каким-либо причинам невозможен или экономически нецелесообразен, то возможно применение учетной части самостоятельно, интегрированной в корпоративную систему заказчика или с один из бухгалтерий. При этом используется бумажная технология учета, бумажная технология инвентаризации. Данный вариант применяется достаточно редко. Теперь давайте непосредственно перейдем к демонстрации самого решения. На своем экране вы видите классический интерфейс систем 1С. Я думаю, многие знакомы с некоторыми элементами. Я кратко расскажу про каждую из подсистем, потом более подробно остановлюсь на ключевых функциях. Подсистема имущества. Содержит в себе разделы, с помощью которых мы можем посмотреть перечень всего имущества, находящегося в компании, отчеты по имуществу и выполнить основные операции с имуществом. Подсистема инвентаризации. Само название говорит за себя. Здесь мы можем как спланировать проведение организации нашей компании, так и собственно документы, сформировать документы инвентаризации, распечатать отчетные формы, посмотреть истории инвентаризации. Подсистема осмотра содержит в себе документы и отчеты, касающиеся осмотров имущества, которые проводятся в целях регистрации определенных качественных или количественных показателей. Подсистема потребностей и заказа содержит в себе функционал для регистрации потребностей в имуществе, контроля выполнения данных потребностей. Здесь же также можно обратиться к отчету по складам и проверить наличие того или иного имущества свободного. Подсистема потребностей и заказа содержит функционал для регистрации потребностей, рассмотрения этих потребностей и формирования при необходимости заказов на закупку. Подсистема настройка и администрирование содержит классический функционал для ведения пользователей, определения группы доступа для этих пользователей, журналирования событий и общие настройки системы. Остановимся подробно на подсистеме нормативно-справочной информации. Все имущество компании хранится в справочнике имущества для того, чтобы мы могли стандартизировать наименование имущества, а также объединить их в удобные нам логические группы. Существует справочник типов имущества. В данном случае тип имущества является группой нижнего уровня. Здесь для каждого типа имущества мы выбираем те характеристики и свойства, которые нам позволят однозначно идентифицировать каждый конкретный объект среди массы аналогичных. Мы выбираем свойства, формируем шаблон наименования, определяем обязательность для заполнения этих свойств, и также определяем дополнительные реквизиты, такие как единицы измерения или счет учета в бухгалтерском контуре. Таким образом у нас все столы, на данном примере, поступающие в компании, будут иметь наименование, сформированное по одинаковому шаблону. Кроме того, хотелось бы отметить, что все имущество в компании учитывается в разрезе следующих реквизитов. Это организации. Здесь представлены все организации, все юридические лица нашей компании, которые могут оперировать с имуществом. Подразделения организации, справочник, связанный со справочником организации. Места расположения, также иерархический справочник. Место расположения может иметь разные типы, и также быть привязанным к организациям и подразделениям. И физические лица. Физические лица могут выступать как в качестве материально ответственных лиц, так и непосредственных пользователей имущества, которые в системе называются просто ответственными. Давайте перейдем теперь к документам, которые мы можем оформлять для учета операций с имуществом. Система содержит три вида документов. Регистрация имущества – это те документы, которые создают элементы имущества в справочнике. Собственно говоря, начиная с этого документа у нас появляется имущество. Документы перемещения имущества – это все документы, которые каким-либо образом меняют реквизиты, о которых я чуть ранее говорила. И выбытие имущества – это те документы, которые списывают с остатков объекта имущества. При регистрации имущества мы можем выбрать тип регистрации. Как видите, это может быть и поступление от поставщика, а может бизнес-процесс начинаться непосредственно с ввода в эксплуатацию. Указываем статус, заполняем реквизиты, необходимые для учета. Выбираем конкретный тип имущества, заполняем его характеристики. И с помощью отчета по движению документа мы можем видеть, что у нас появилось имущество в такой-то организации, в расположении офис продаж, прикреплено к ответственному, с определенным статусом и к материально ответственному лицу. В документе перемещения имущества в типовом решении уже есть 4 типа преднастроенных документов. Но на этапе внедрения программы мы можем неограниченное количество типов перемещения создать, настроить состав реквизитов, обязательность для заполнения и значения, заполняемые по умолчанию для данных реквизитов. Таким образом у вас будет полностью настроенный состав документов перемещения, соответствующий вашему бизнес-процессу. Давайте для примера я один документ покажу. Выдача имущества предполагает перевод из статуса на складе «Статус в эксплуатации» с указанием нового места расположения, нового ответственного, нового материально ответственного лица. Документы выбытия. Они отражают списание объекта имущества с остатков организации и могут быть выполнены либо при утилизации имущества, либо при, например, как на данном документе, выдаче расходных материалов. Здесь объект количественного учета, который мы не хотим отслеживать, его дальнейшие перемещения, статусы, и мы при выдаче в эксплуатацию его с остатков списываем, о нем забываем, соответственно, дальнейшие операции с ним будут невозможны. Документ о инвентаризации предназначен для регистрации результатов проверки наличия имущества в том или ином месторасположении. Мы можем заполнить остатками, подобрать сюда объекты по различным параметрам. выбрав какие-либо из перечисленных, отметить фактическое количество, распечатать унифицированные формы документов инвентаризации и перейти из этого документа к документу списания и выбытия имущества. Подсистема осмотра позволяет нам фиксировать регулярно какие-либо показатели. первоначально для этого в типах имущества мы настраиваем помимо свойств и показатели. Вот, например, для счетчика холодной воды показатель осмотра указан как потребление холодной воды. Следовательно, мы с помощью подсистемы осмотра можем регулярно регистрировать значение данного показателя и просматривать отчетность, тем самым контролируя значение этих показателей в течение времени. Это может быть не только количественный показатель, может быть качественный, например, наличие повреждений или необходимость проведения технического обслуживания. Ну, различные в соответствии с теми типами имущества, которыми мы управляем в этой системе. Подсистема потребностей и заказа позволяет нам регистрировать потребности в имуществе, рассматривать эти потребности в соответствии с существующими остатками на складе, переходить либо к выдаче данного имущества, либо к закупке. И также формировать заказы на закупку. Как по конкретному имуществу, тогда потребности всех подразделений будут собраны в данном заказе, либо по какому-то конкретному подразделению можем собрать все потребности. Если кратко, то это, наверное, весь функционал. Хотелось бы отдельно поговорить про обмен данными. Типовое решение содержит уже базовый инструментарий для того, чтобы настроить интеграцию с 1С-бухгалтерией. В рамках этого инструментария предусмотрено обмен справочниками и документами, которые представлены на данном слайде. Это справочники, номенклатура, основные средства и основные документы. Здесь перечислен документ именно бухгалтерского контура, который формируется в соответствии с определенными событиями, создаваемыми в системе инвентаризации управления имуществом. Ориентируясь на счет учета, указанный в имуществе и на его статус, соответственно, у нас формируются документы после проведения документов в системе инвентаризации управления имуществом. На данном слайде общая схема приведена. Например, регистрация имущества может быть передана в систему бухгалтерского учета как документ поступления товаров и услуг. Если у нас счет указа 0804, то имущество будет передано на вкладку оборудования. Далее, при передаче имущества в эксплуатацию будет сформирован в бухгалтерском контуре документ принятия к учету основного средства и при обратном обмене объекта имущества уже запишется счет 0101. И в дальнейшем при передаче перемещений этого имущества между подразделениями в бухгалтерском контуре будет формироваться документы перемещения основного средства. Ну и дальше по цепочке вплоть до списания основного средства. Для так называемой малооценки для объектов, учитываемых на счетах 1010, 1009, перемещение имущества с типом выдачи будет формировать документ передачи материалов в эксплуатацию. Ну и соответственно выбытие имущества списания материалов из эксплуатации. Для интеграции с 1С ERP предусмотрено обмен справочниками и сведениями. Представлены на данном слайде. В ERP у нас основные средства попадают в справочник объекта эксплуатации. и предусмотрена передача похожих документов касающихся как операции с основными средствами, это прием к учету, перемещение, инвентаризация, списание, так и материалов передачи в эксплуатацию, возврат из эксплуатации, списание из эксплуатации. Теперь я передаю слово своему коллеге Владиславу Пшеничникову и вторая часть нашего вебинара будет посвящена технологии радиочастотной идентификации и работе мобильного клиента. Добрый день, уважаемые слушатели. Вторую часть нашего сегодняшнего вебинара посвященному программному продукту 1С инвентаризации управления имуществом продолжу я Пшеничников Владислав, руководитель RFID-направления компании Axelot. Начать бы я хотел с небольшого отступления по технологии радиочастотной идентификации. Данная технология обеспечивает максимальную производительность нашего программно-технического комплекса. Обеспечивается это благодаря тому, что данная технология обладает принципиально иным способом считывания идентификаторов, а именно как следует из названия она использует для этого радио интерфейс, что положительно сказывается на скорости проведения инвентаризации и на выполнении различных действий с имуществом. Мы используем пассивные метки стандарта GEN2 частотного диапазона 868 МГц. Это пассивные метки, они не обладают питанием, соответственно, они максимально компактные, максимально бюджетные, какие, в общем-то, сейчас у нас на рынке имеются. Предлагаю рассмотреть сравнительную таблицу двух наиболее распространенных технологий, применяемых сейчас для учета имущества. Как видно из таблицы, технологии радиочастотной идентификации существенно превосходят штрих-кодирование в области скорости считывания и дальности считывания. То есть, благодаря использованию радиоинтерфейса метки, наклеенные вне досягаемости глаз или даже зачастую физически человека, могут быть успешно считаны, причем в большом количестве. Также метки сами по себе обладают существенно большей устойчивостью к воздействию извне, защищены от того, что быть поцарапанными, закрашенными и так далее. Даже будучи установленными внутри какого-то корпуса, метка может быть успешно считана, и пользователи этого объекта могут даже не подозревать о том, что она в нем установлена. Как следствие, не портится внешний вид и никак не изменяется функциональность маркированного объекта имущества. Чаще всего при внедрении нашего ПТК мы сталкиваемся с задачей автоматизации офисного учета имущества. При такой постановке задачи мы обычно сводим все к использованию двух типов меток. Используются метки для радиопрозрачных объектов, это этикетки с RFID антенной и соответствующим чипом. Такие метки составляют обычно две трети, а то и более от общего количества меток, применяемых для маркировки имущества. Они обеспечивают надежную регистрацию в пределах 6-7 метров в зависимости от типа считывателя и типа конкретного артикула метки. для маркировки объектов металлизированных или электроники, будь то ноутбуки, сейфы, стеллажи и так далее. Используются метки корпусированные с специальной антенной, они уже обеспечивают дальность также в районе 5-6 метров. При необходимости эта дальность может быть увеличена, но, как правило, считыватели ручные, которые используются, мобильный терминал сбора данных обеспечивают в условиях европейского частотного диапазона дальность до 4-5 метров, поэтому, в общем-то, использовать более длиннобойные метки не приходится. Для промышленного применения используются специальные метки, которые определяются по результатам обследования. Использовать технологию радиочететной идентификации в ПТК удобнее всего, конечно, с применением нашего мобильного клиента, который у нас написан на C-Sharp, является нативным приложением, работает в оффлайновом режиме и взаимодействует с информационной системой посредством веб-сервисов, что облегчает его последующую интеграцию в любые другие информационные системы и в том числе позволяет использовать его обособленно от учетной части. В данный момент поддерживаются технологии радиочететной идентификации и штрих-кодирования в нем, соответственно, масштабирование производится путем добавления лицензии. Перейдем непосредственно к демонстрации возможностей нашего мобильного клиента. Для этого мы сейчас откроем трансляцию с экрана ТСД. Прежде всего мы авторизируемся, то есть авторизация у нас производится через соответствующее меню, здесь выбирается пользователь, вводится пароль, далее мы можем просматривать список имущества, используя необходимые фильтры, мы можем смотреть комплекты, составляющие, то есть комплектующие, которые входят в этот комплект, можем искать имущество, если оно промаркировано RFID-меткой, соответственно, при приближении к этому имуществу у нас увеличится звуковой пинг и шкала изменится. Но все-таки наиболее востребованные операции и задачи, которые обычно пользователи решают с помощью терминала сбора данных, это инвентаризация. Для проведения инвентаризации мы обычно рекомендуем промаркировать сначала расположение, то есть у каждого расположения назначается RFID-метка, данная метка служит для автоматизированного выбора места расположения при входе в этот кабинет оператора ТСД. И также аналогичным образом мы назначаем имущество, которое мы маркируем в рамках этого кабинета. Если имущество уже заведено в информационную систему и оно по плану числится в данном кабинете, то мы можем воспользоваться фильтром и посредством сопоставления идентификатора с объектом имущества мы можем достаточно быстро присвоить необходимые метки к соответствующему имуществу. Происходит это достаточно быстро, то есть метка подносится к считывающей головки, в данном случае контейне и нажимается триггер, после чего метка привязывается к имуществу. Если метка у нас содержит неуникальный идентификатор, его можно запрограммировать с активацией соответствующей опции в меню мобильного клиента. В случае с использованием технологии штрих-кодирования данный процесс несколько длинней, потому что нам заранее необходимо метки распечатывать, в данном случае этикетки. То есть RFID метки мы назначаем прямо на лету. Мы назначили все метки, которые по плану числились за данным расположением. Теперь мы можем произвести инвентаризацию данного расположения. Соответственно если есть еще имущество, которое здесь присутствует в этом кабинете и его нет по плану, мы его тоже можем промаркировать. Для этого у нас используется фильтр. То есть мы можем например взять указать инвентарный номер этого объекта, найти этот объект преимущество и назначить ему RFID метку. При необходимости метка может быть перезаписана, перезаписана многократно. А теперь давайте проведем инвентаризацию. как я уже говорил ранее, для того, чтобы выбрать где мы находимся, мы назначали RFID метку для расположения. Вот сейчас мы ее считываем. И у нас мы сразу видим, что расположение выбралось автоматически. Далее мы удерживаем триггер и с каждым вот таким звуковым сигналом мы находим новое имущество. Для того, чтобы удостовериться, что все мы промаркировано нашли, этот звук должен перестать возникать в радиусе сканирования. Мы нашли соответственно шесть объектов, которые были по плану, то есть они у нас и по факту и по плану здесь присутствуют, но также мы нашли 12 объектов, которые сверх плана присутствуют в данном расположении. Давайте рассмотрим статусы. Это основа инвентаризации на мобильном клиенте и по ним оператор и принимает решение дальнейшее, что нам необходимо сделать с имуществом. Первый статус не найдено, синий статус, это имущество, которое мы по плану здесь ожидаем найти. Зеленый статус найдено, это имущество, которое мы по факту нашли здесь в этом кабинете. Красный статус другое место, имущество, которое мы нашли, оно числится в нашей базе, но оно закреплено за другим расположением. Желтый статус не определено, он актуален, если мы проводим инвентаризацию в более чем одном расположении сразу. в данном случае, как мы видим, и текущее, и всего одинаковое, потому что мы проводим инвентаризацию только по одному расположению. В закладке имущества мы можем выбрать по состоянию то имущество, которое нас интересует, его рассмотреть. Собственно, благодаря этому функционалу оператор сверяет фактическое количество имущества в кабинете с тем, что мы нашли с использованием терминала сбора данных. И это количество должно совпадать. Ну и описательная часть соответственно тоже. Если, допустим, присутствует какое-то имущество, которое здесь на самом деле не должно находиться, мы его можем исключить вручную. посредством контекстного меню. Таким образом оператор ТСД сличает количество объектов, которые фактически присутствуют в кабинете с имуществом, найденным с использованием терминала сбора данных. После того, как эта работа завершена, оператор нажимает провести и документ сохраняется в памяти устройства. Далее мы можем использовать терминал в качестве помощника для операций таких, как, например, списание, выдача, передача имущества. То есть мы с помощью терминала сканируем метку, которая нас интересует, или ряд меток, например, и мы допустим отбираем то, что нас интересует, либо можно регулировать, например, мощность сигнала RFID, чтобы изначально захватить выборочный какой-то объект. Для этого у нас существует настройка профиля мощности. После того, как нужный объект был выбран, мы выбираем соответственно также кнопку провести, нажимаем и у нас документ сохраняется. Отдельно хотелось бы остановиться на функционале осмотров имущества, поскольку благодаря использованию технологии радиочастотной идентификации данная операция выполняется более достоверно и удобно. Что здесь у нас происходит? Мы сканируем метку имущества, которая нас интересует, в данном случае это ноутбук, и выбираем показатели диагностические, которые заранее мы ввели в учетном контуре. Здесь необходимые данные мы вписываем и по завершению мы нажимаем провести и документ готов к передаче в учетную часть. Таким образом мы можем гарантировать, что оператор действительно был возле объекта подлежащему учету и допустим если это автотранспорт, если это какие-то счетчики, какие-то агрегаты, большая ответственность в данном случае снимается с человека, то есть возлагается на данный функционал, то есть мы гарантируем, что человек присутствовал там и собрал эти показатели не эффективно, а фактически. Далее я предлагаю перейти к новому в последнем релизе нашего мобильного клиента и как я уже говорил ранее, так как он является неотъемлемой частью нашего ПТК, здесь важно отметить, что у нас в новом мобильном клиенте добавлен функционал по разграничению прав пользователей, то есть для тех или иных сотрудников, для кого необходим тот или иной набор операций скрываются ненужные и наоборот, соответственно, тем, кому важны другие операции скрываются те, которые для них не предназначены и в случае, если ТСД был оставлен на долгое время, включается автоматическая блокировка, которая исключает возможность несанкционированной работы с терминалом третьими лицами. Также был оптимизирован интерфейс мобильного клиента, как вы уже видели, поддерживается работа с многокомпонентным имуществом, то есть комплектующие мы можем обрабатывать как однообъектное имущество и с использованием кнопочной клавиатуры возможно управлять всеми функциями мобильного клиента сейчас, то есть не обязательно привыкать к особенностям резистивного экрана, хоть и обычно для начинающих пользователей это удобнее, но если операции выполняются достаточно в регулярном порядке, в сжатом времени, соответственно, удобнее использовать, конечно, кнопочную клавиатуру и горячие клавиши. Одной из долгожданных опций, которую мы добавили в мобильный клиент, стало программирование RFID-меток. Благодаря активации данной опции пользователь может записывать хэш RFID-метки непосредственно в момент назначения. Это очень удобно, потому что не требует заранее запрограммированные метки, и вы можете использовать любые RFID-метки стандарта GEN2, а TSD уже позаботится о том, чтобы метка была прописана уникальным идентификатором в соответствии с алгоритмом, который заложен в мобильном клиенте. Также в новом релизе мобильного клиента поддерживается работа с новыми TSD серии 32 и 92 компаний Zebra. Здесь соответственно мы расширили поддержку различных разрешений при работе с новыми устройствами. То есть мобильный клиент автоматически адаптируется под тип TSD и все формы отображаются корректно. Перейдем к оборудованию, которое мы чаще всего рекомендуем и чаще всего применяем в рамках наших проектов по внедрению ПТК и УИ. Из терминалов хочется отметить TSD Zebra 3190Z. Это проверенный временем терминал, который обладает полной функциональностью штрих-кодового терминала и также оснащен модулем считывания RFID меток. Данный терминал идеален для офисов и использования внутри помещений. Он достаточно компактен и весьма производителен. Наряду с 3190Z. также практикуем 91.90Z. то есть этот терминал уже все-таки более имеет специфику адаптированную к производственным условиям. При использовании данного терминала на улице или тяжелых условиях производства гарантируется его безотказная работа. Здесь чуть-чуть более передовое наполнение и дальность считывания у него и производительность процессора повыше чем у 3190Z. Но опять-таки при сравнении с 3190Z. офисного применения наверное это все-таки будет перебор. А вот для промышленного оптимально. Что же касается меток. Все-таки чаще всего мы маркируем офисное имущество. Для этого уже есть некий типовой набор меток. Метка 3044 Омни отлично себя зарекомендовала для маркировки радиопрозрачных объектов. Она оснащена 3D-антенной и отлично регистрируется в любом положении. Данная метка обычно составляет две трети от общего объема всех идентификаторов потому что хорошо используется и с оргтехникой и с мебелью и с другими объектами офисного имущества. Метка Омни ID Flex хорошо используется с ноутбуками, с сейфами и другими металлическими или компактными электронными устройствами, присутствующими в офисе. Она максимально обеспечивает хорошую дальность регистрации и при этом сохраняет компактные размеры. В случае с маркировкой промышленных объектов мы проводим обследование, по результатам которого подбираем более подходящие метки для данной конкретной ситуации. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, вы можете высылать их на почту и мы с нашими коллегами с удовольствием ответим на них. Если у вас есть возможность, вы можете приехать в наш центральный офис и мы с удовольствием ответим на них очно и можем продемонстрировать работу нашего программы технического комплекса в шоурум. с удовольствием. Продолжение следует... Продолжение следует... продолжение следует...